Латвийская певица утверждает, говоря о себе в роли кормилица СССР, она имела в виду немного иное. Как сообщает издание «Комсомольская правда», Лайма Вайкули, рассуждая о том, что ей дал Советский Союз, назвала себя Иалу Пугачеву кормилицами страны. И вот спустя некоторое время певица поведала о тайном смысле своего послания. Как призналась Лайма, говоря о кормилицах, она в своем лице имела в виду всех тех, кто трудился во благородины. А с учетом того, что Советский Союз ей ничего, кроме плохого, не дал, ее вклад был особо весом. Все страшно возмутились, когда я сказала «Я кормила Советский Союз». Но надо же понимать, я на себе имела в виду, что каждый человек, кто тогда работал, мы были в несправедливых финансовых условиях. «Ну конечно. Нет, они приписали, что я только я, больше никого», цитирует Вайкули вышеуказанное издание. Певицу возмущает негатив, с которым было воспринято ее заявление о СССР. По ее мнению, ничего плохого она в том самом интервью не сказала, всего лишь озвучила то, что было в прошлом. Лайма добавила, что имя и известность ей подарили бабушка и судьба, а Советский Союз не имеет к этому никакого отношения. В свое время, не так давно, Лайма Вайкули поддержала латвийские власти в решении снести памятник советскому солдату. Что потом было интерпретировано Лаймой, как якобы ненамеренно сболтнуло лишнее. Да, ей пришлось объясняться за свои резкие слова по поводу сноса тех самых памятников. Как ее цитирует издание StarHit, она латвийская певица, «Иногда она со злости говорит что-то лишнее, не имея за своими словами ничего дурного. Я начинаю так небрежно говорить, потому что я уже замучилась», — заметила она в беседе с журналистами Латвии.